Мария Семеняченко впервые заявила о себе в музыкальном театре имени Станиславского и Немируевича Данченко. Тогда еще совсем юный балериней Юрий Григорович доверил партию хозяйки Медной горы, но в редакции своего легендарного балета «Каменный цветок». Сегодня Мария – солистка Большого театра. Совсем недавно она исполнила одну из главных партий – партию Бьянки в балете французского хореографа Жанна Кристофа Майо «Укращение строптивой». И это ее бесспорная удача. Я, наверное, года три до того, как вообще это состоялось, событие в моей жизни, вообще мечтала станцевать хоть что-нибудь в хореографии Жанна Кристофа Майо. Впервые мне еще в театре Станиславского Сергей Юрьевич показал его балеты. Филин. Филин, да. Показал его балеты. И мне очень понравилось. Вот как свежий воздух, как какой-то новый аромат, вот что-то такое, что-то новое, чего не было в моей жизни. И как с нами работал Жанн Кристоф, когда он объяснил, что вы должны видеть своего партнера. Не просто смотреть в его сторону, а конкретно смотреть на человека в его глаза. И когда у вас этот контакт происходит, вы можете играть друг с другом. Вы можете обмениваться эмоциями, энергией. И это тогда и увидит зритель. Да? А не просто как в классическом балете пожать руку, посмотреть, помахать. Нет. Разговаривайте с человеком движениями, но разговаривайте. 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 Моя мама мечтала, чтобы я занималась каратэ, чтобы я могла постоять за себя, если вдруг на меня кто-нибудь нападет на улице. И занималась компьютером и английским языком, так как как раз это 90-е годы, и как раз вот только начинается вот этот бум, так скажем, да. И, в общем, мама, наверное, мечтала, чтобы мы были такими очень образованными компьютерными гениями, еще с навыками какими-то кунг-фу. Мечте мамы не суждено было сбыться. У девочки, которая росла в Киеве, довольно рано обнаружили танцевальные способности. Детская студия «Подоляночка», хореографическая школа и, наконец, поступление в Киевское хореографическое училище. Случилась с нами такая история. У моей мамы спросили, здравствуйте, вы кто? Моя мама говорит, ну вот я мама, вот это девочки, вот девочка, говорят, талантливая, хотим поступать в училище. Говорят, ну это как бы все понятно, ну вы кто? В смысле, кто вы по профессии? Моя мама говорит, что я инженер-технолог по лакокрасочным изделиям. Я отвечаю, это хорошо. А кто отец ребенка? Военно-морской врач. Говорят, замечательно, а что вы сюда пришли? Типа у нас здесь учатся плеяды балетные. Что вы можете дать ребенку? Ведите в техникум и помогайте. Ну, а мы настырные. Ну, с братом, с родителями всегда очень были такие сплоченные. Опять же, сложная ситуация, 90-е, никому деньги никогда никакие там большие не платили, тем более военные. И все копеечка к копеечке. И в 14 лет пошла работать. Пошла работать в баскетбольную группу поддержки. То есть я училась до 6 вечера. И с 7 до 10 я ехала на тренировку в дворец спорта в Киеве. Мы готовились, собственно, к играм, чтобы занять вот этот тайм-аут, вот эту минутку станцевать. Это было здорово. Это бесценный опыт, бесценные возможности. Но плюс ко всему я зарабатывала деньги, которые нам очень были нужны. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Своё обучение Мария Семеняченко заканчивала уже в Московском хореографическом училище. А потом был театр имени Станиславского и Немировича Данченко. И встреча с Юрием Григоровичем. Я бесконечно благодарна Юрию Николаевичу, который меня увидел на классе, который взял меня за руку, который провел все эти три месяца, которые мы работали над спектаклем. Он от меня не отходил, он добивался от меня силы, мощи. У нас всегда есть ощущение у любого, у артиста, спортсмена, что всё, я больше не могу. Но когда наступает вот это всё, я больше не могу, ты можешь ещё гораздо больше. И вот этот момент переломить, это должен тебе кто-то помочь. Вот Юрий Николаевич мне помог перейти вот эту вот линию, эту черту. В 2013 году Мария Семеняченко. Мария Семеняченко была принята в труппу Большого театра. И, как говорит сама балерина, для неё это самое важное событие. Я пришла, когда в Большой театр, меня всегда все пугали. Там очень все злые, очень какие-то завистливые какие-то. Там вообще там вечно какие-то скандалы, интриги, расследования, ничего подобного. Вот я сижу в раздевалке с прекрасными девочками, с Аней Тихомировой, с Дашей Хохловой, со Светой Павловой, с которыми мы постоянно хохочем, смеёмся, радуемся, плачем. У кого что произошло, отмечаем праздники, дни рождения, там, не знаю, премьеры. И у нас всё прекрасно. Мы планируем в будущее время, в ближайшее время, станцевать и «Лебединое озеро» уже в, собственно, Большом театре. Обсуждали уже это с Сергеем Юрьевичем Филиным. Говорят, что всё состоится.